Уильям Кент Крюгер. «Это ласковая земля». Исполняет Станислав Иванов. Бупи с любовью. Муза, скажи мне о том многоопытном муже. Одиссея Гомер. Часть первая. Бог есть торнадо. Пролог. В самом начале, после того, как сотворил Он небо и землю, свет и тьму, сушу и моря и все живое, что их населяет, после того, как сотворил Он мужчину и женщину, и перед самым отдыхом, Бог наделил нас последним даром. Чтобы не забывали мы о божественном источнике всей этой красоты, Он дал нам истории. Я сказитель. Я живу в доме под сенью Платана на берегах реки Гелиад. Правнуки, когда приезжают в гости, зовут меня Стариком. Старик. Какое клише. Притворно сержусь я. Чудовищное упрощение. Оскорбление. Я родился вместе с Солнцем и Землей, и Луной, и планетами, и всеми звездами. Каждый атом моего тела – свидетель начала времен. Ты врун. Шутку ругаются они. Не врун. Сказитель. Напоминаю я. Тогда расскажи нам сказку, – просят они. Меня не нужно уговаривать. Сказки – сладкий плод моего существования. Я с удовольствием делюсь ими. События, которыми я собираюсь с вами поделиться, начались на берегах Гелиада. Даже если вы выросли в центре страны, вы можете не знать о них. Случившееся летом 1932 года особо памятно для тех, кто это пережил. О нас осталось не так уж много. Гелиад. Прекрасная река. Обрамленная тополями, которые уже были древними, когда я был мальчишкой. Тогда все было по-другому. Не проще или лучше. Просто по-другому. Мы путешествовали не так, как сейчас. И для большинства жителей округов Ремонт, что в штате Миннесота, мир ограничивался территорией, которую охватывал глаз до горизонта. Им было бы невдомек, как и мне тогдашнему, что если убить человека, изменишься навсегда. Если тот человек вернется к жизни, переродишься. Я видел это и другие чудеса собственными глазами. Поэтому среди прочих мудростей, которым научила меня жизнь за все эти годы, есть и такая. Будь открыт для любых возможностей. Потому что для сердца нет ничего невозможного. История, которую я расскажу, произошла далеким летом. Она об убийстве и похищении. И о детях, за которыми гонятся демоны с тысячи имен. В этой истории будут смелость и трусость. Будут любовь и предательство. И, конечно же, там будет надежда. Ведь, в конце концов, разве все хорошие истории не про нее? Глава первая Имя крысе дал Альберт. Он назвал ее Фария. Крыса была старой, серой и в белую крапинку. Она почти всегда жалась к стенам крошечной камеры, когда семенила в угол, куда я клал несколько крошек жесткого сухаря, из которого состоял мой ужин. Ночью я ее вообще не видел, но слышал тихое шуршание соломы, когда она двигалась от широкой щели между угловыми блоками по полу, хватала крошки и возвращалась тем же путем. Когда луна оказывалась напротив узкой щели, бывшей единственным окном, ее свет падал на камни восточной стены, мне иногда удавалось уловить отблеск на худеньком тельце Фария. Его шкурка сверкала приглушенно-серебристым цветом, а свисающий тонкий хвост казался добавленным не к месту во время сотворения. В первый раз, когда меня посадили в место, которое брикманы называли «тихой комнатой», вместе со мной заперли и моего старшего брата, Альберта. Ночь выдалась безлунной, в крохотной камере было темно, хоть глаз выколи. По стелю нам служила тонкая соломенная подстилка на земляном полу. Дверь представляла собой огромный прямоугольник ржавого железа с прорезью для тарелки, на которой никогда не было ничего, кроме одного жесткого сухаря. Я перепугался до смерти. Позже Бенни Блэквелл, Сиу из Роузбода, рассказал нам, что когда-то линкольнская школа для индейцев была военным форпостом и называлась Форт Сибли, а тихая комната служила карцером. В те дни в ней держали воинов. Во времена, когда туда попали мы с Альбертом, там держали только детей. Тогда я ничего не знал о крысах, кроме сказки про гамельнского крысолова, который избавил город от грызунов. Я думал, что это грязные животные, которые едят все подряд и, может, даже съедят нас. Альберт, который был на четыре года старше и намного умнее, сказал, что люди больше всего боятся того, чего не понимают. Если тебя что-то напугало, надо узнать это поближе. Это не значит, что оно перестанет быть страшным, но с известным страхом справиться легче, чем с тем, который ты навоображал. И вот Альберт дал крысе имя, потому что имя делало ее не просто крысой. Когда я спросил, почему Фария, он сказал, что это из книги граф Монте-Кристо. Альберт любил читать. Мне же нравилось сочинять собственные истории. Когда меня сажали в тихую комнату, я кормил Фария крошками и придумывал сказки про него. Я прочитал о крысах в потрепанной британской энциклопедии со школьной библиотечной полки и обнаружил, что они умные и социальные. За множество ночей, проведенных в изоляции тихой комнаты, я стал считать маленького зверька другом. Фария. Крыса исключительная. Спутник неудачников. Товарищ по заключению в мрачной тюрьме Брикманов. В ту первую ночь нас с Альбертом наказали за возражание миссис Тельми Брикман, директрисе школы. Альберту было двенадцать, а мне восемь. Мы оба были новичками в ринкольнской школе. После ужина водянистого, безвкусного рагу, в котором плавало всего несколько кусочков моркови и картошки, что-то зеленое и склизкое, малость свиных хрящиков, миссис Брикман села во главе большой столовой и рассказала всем детям сказку. Большинство ужинов заканчивалось одной из сказок миссис Брикман. Обычно в них содержался некий моральный урок, который она считала важным. После она спрашивала, есть ли вопросы. Позже я понял, что это было... тщеславие, создание видимости, будто с ней возможен диалог, разговор между разумным взрослым и разумным ребенком. Тем вечером она рассказывала сказку про состязание черепахи и зайца. Когда она спросила, есть ли вопросы, я поднял руку. Она улыбнулась и обратилась ко мне. — Да, Оди. Она знала мое имя. Я был в восторге. Среди моря детей, которых было так много, что я не надеялся когда-нибудь запомнить имена всех, она помнила мое. Я еще подумал, это потому что мы новенькие, или потому что мы самые светлокожие в просторном помещении, полном индейских детишек. — Миссис Брикман, вы сказали, что смысл истории в том, что быть ленивым плохо. — Это так, Оди. Я думал, что смысл в том, что выигрывает медленный и упорный. Не вижу разницы. Ее голос звучал строго, но не резко, до поры до времени. — Миссис Брикман, папа читал мне эту историю. Это одна из басен из ОПА. И он сказал... — Он сказал? Теперь что-то в ее манере говорить изменилось, как будто она пыталась выкошлить застрявшую в горле рыбную кость. — Он сказал. Миссис Брикман сидела на высоком табурете, чтобы ее было видно всем в столовой. Она слезла с табурета и пошла между длинными столами, девочки с одной стороны, мальчики с другой, к тому месту, где сидели мы с Альбертом. В абсолютной тишине огромного помещения я слышал скрип. Скрип ее резиновых подошв по старым половицам. Мальчик рядом со мной, имени которого я еще не знал, отодвинулся, словно стремясь оказаться подальше от места, куда вот-вот ударит молния. Я бросил взгляд на Альберта, и он покачал головой, показывая, чтобы я молчал. Он сказал... — Да, мэм, — ответил я, заикаясь, но не менее почтительно. — И где он? — Вы знаете, миссис Брикман. — Мертв. — Вот где. Его больше нет, чтобы читать тебе истории. Теперь ты слушаешь мои истории, и они значат то, что я говорю. — Понятно. — Да или нет? Она наклонилась ко мне. Она была стройной, снежным овальным личиком жемчужного цвета. Ее глаза были зелеными и острыми, как молодые шипы на розовом кусте. Длинные черные волосы она носила распущенными и расчесывала, пока они не становились мягкими, как кошачья шерстка. От нее пахло тальком и... еле уловимо. Виски. Эти ароматы с годами станут мне хорошо знакомы. — Да, — сказал я как никогда тихо. Он не хотел проявлять неуважение, мэм, вмешался Альберт. — Я с тобой разговариваю. Зеленые шипы ее глаз воткнулись в моего брата. — Нет, мэм. Она выпрямилась и обвела столовую взглядом. — Еще вопросы? — Я думал, надеялся, молился, что на этом все и закончится. Но в тот вечер мистер Брикман пришел в спальню и вызвал нас с Альбертом. Мужчина был высоким, худощавым и красивым, по мнению многих женщин в школе. Но я видел только его огромные черные зрачки. Он напоминал мне змею с ногами. — Мальчики, сегодня вы спите в другом месте, — сказал он. — Идите за мной. В ту первую ночь в тихой комнате я почти не сомкнул глаз. Стоял апрель, и гулявший по пустошам Дакоты ветер еще был холодным. Со смерти папы не прошло и недели. Наша мама умерла за два года до этого. В Миннесоте у нас не осталось ни родни, ни друзей. Никого, кто знал, были волновался о нас. Мы были единственными белыми мальчиками в школе для индейцев. Что может быть хуже? Но потом я услышал крысу. И остаток долгой темной ночи до рассвета жался к Альберту и железной двери, подняв колени к подбородку, не скрывая слез, которые видел только Альберт, и до которых все равно никому кроме него не было дела. Между первой ночью и той, что я только что провел в тихой комнате, прошло четыре года. Я подрос, изменился. Прежний, испуганный Оди, Беннин давно умер, как мама с папой. Нынешний Оди имел склонность к бунту. Услышав, что в замке повернулся ключ, я сел на соломенной подстилке. Железная дверь распахнулась, и внутрь ворвалось утреннее солнце, на мгновение ослепив меня. На касание стекло Оти. Еще не видя лица, я с легкостью узнал голос. Герман Вольц, старый немец, который заведовал столярной мастерской, был младшим воспитателем у мальчиков. Мужчина стоял в дверном проеме, на мгновение заградив слепящее солнце. Он смотрел на меня сверху вниз, сквозь толстые очки с мягким и сожалеющим выражением, на бледном лице. — Она хочет тебя видеть, — сказал он. — Я должен привезти тебя. Вольц говорил с немецким акцентом, поэтому его Ч и Ж звучало как Ш, а В как Ф. Получалось, она хочет тебя видеть, я должен привезти тебя. Я встал, сложил тонкое одеяло и повесил его на приделанный к стене пруд, чтобы им мог воспользоваться следующий ребенок, который займет эту комнату, зная, что, скорее всего, это снова буду я. Вольц закрыл за нами дверь. — Хорошо спал, как твоя спина? Часто заключению в тихой комнате предшествовала порка, и прошлый вечер не стал исключением. Спина болела от рубцов, но говорить о них не было смысла. — Мне снилась мама, — сказал я. — Правда? Тихая комната была последней в ряду комнат в длинном здании, которая когда-то служила гауптвахтой форта. Остальные помещения, бывшие камеры, превратили в кладовки. Мы с Вольцем прошли по старой гауптвахте и пересекли двор по направлению к двухэтажному административному зданию из красного камня в окружении величественных вязов, который посадил первый комендант форта Сибли. Деревья отбрасывали на здание тень, отчего внутри всегда царил полумрак. — Так, значит, хороший сон? — спросил Вольц. Она плыла по реке в лодке. Я тоже сидел в лодке и пытался догнать ее, увидеть ее лицо. Но как бы быстро я ни греб, она все время оказывалась далеко впереди. — Не похоже на хороший сон, — сказал Вольц. На нем были чистый полукомбинезон и голубая рабочая рубаха. Его огромные руки, покрытые шрамами и порезами из-за работы, висели по бокам. На правой не хватало половины мизинца, результат происшествия с ленточной пилой. За глаза некоторые дети называли его «четыре с половиной». Но не мы с Альбертом. Столяр-немец всегда был добр к нам. Мы вошли в здание и направились прямиком к кабинету миссис Брикман. Она сидела за большим столом, за ее спиной располагался каменный камин. Я несколько удивился, увидев в кабинете Альберта. Он стоял на вытяжку рядом с ней, как солдат по команде «Смирно». Лицо его ничего не выражало, но глаза говорили мне «Осторожнее, Оди». — Благодарю, мистер Вольц, — сказала директриса. — Можете подождать снаружи. Развернувшись, Вольц положил руку мне на плечо мимолетным жестом, за который я был благодарен. — Ты меня беспокоишь, Оди, — заговорила миссис Брикман. — Я начинаю думать, что твое время в линкольнской школе подходит к концу. Я не был уверен, что это значит, но не думал, что это так уж плохо. Директриса была в платье своего любимого черного цвета. Я однажды слышал, как мисс Стрэттон, учительница музыки, говорила другой учительнице, что это потому, что миссис Брикман одержима своей внешностью и считает, что черный — стройнит. Это действовало, потому что директриса напоминала мне ничто иное, как длинную тонкую рукоятку кучерги. Ее пристрастие к этому цвету породило прозвище, которым пользовались все, когда она не слышала. Черная ведьма. — Оди, ты понимаешь, что я имею в виду? — Не уверен, мэн. — Несмотря на то, что вы не индейцы, шериф попросил нас принять вас с братом, потому что в государственном приюте не было мест. И мы это сделали, по доброте душевной. Но для такого мальчика, как ты, Оди, есть другой вариант. — Исправительный дом. — Ты знаешь, что это такое? — Знаю, мэм. — И ты хочешь, чтобы тебя туда отправили? — Нет, мэм. — Так я и думала. — Тогда, Оди, что ты будешь делать? — Ничего, мэм. — Ничего? — Я не буду делать ничего, чтобы меня туда отправили, мэм. Она положила руки на стол, одну поверх другой, и широко расставила пальцы так, что они образовали на полированном дереве нечто похожее на паутину. Она улыбнулась мне, как только что поймавший муху паук. — Хорошо. — Хорошо. Она кивнула на Альберта. — Тебе надо больше равняться на брата. — Да, мэм. Я буду стараться. Можно мне забрать гармонику? — Она очень дорога тебе, верно? — Не особенно. Просто старая губная гармоника. Мне нравится играть. Помогает держаться подальше от неприятностей. — Кажется, подарок твоего отца. — Нет, мэм. Я просто нашел ее где-то. Даже уже и не помню, где. — Занятно. Альберт сказал, что это подарок вашего отца. — Видите? — пожал я плечами. — Не настолько важное, чтобы запомнить, откуда она взялась. Миссис Брикман внимательно посмотрела на меня, потом сказала «Очень хорошо». Она достала из кармана платье ключ, отперла ящик стола и достала. Гармонику. Я потянулся за ней, но директриса отодвинула ее назад. — Оди? — Да, мэм. В следующий раз я заберу ее навсегда. Ты понял? — Да, мэм. — Понял. Она отдала мне гармонику, ее длинные пальцы коснулись моей руки. Я собирался, как только вернусь в спальню, воспользоваться хозяйственным мылом в душевой. И скрести эту руку. Глава вторая. Исправительный дом, Оди, — сказал Альберт. Она не шутила. Я нарушил закон. Эта женщина всегда получает то, что хочет Оди, — предостерег Вольц. — Да и черт с этой черной ведьмой, — сказал я. Мы вышли из подвязов и пошли к большому, поросшему травой двору, который когда-то был плацем форта Сибли. Прямо на юг, за огромным прямоугольником, располагались кухня и столовая. Остальной периметр охватывали другие школьные здания. Корпус для младших детей, прачечная, ремонтная мастерская и столярная, и плотницкая мастерские, одна над другой. Чуть поодаль стоял корпус для старших детей и главное учебное здание, построенное позже. Все было построено из местного красного камня. Еще дальше располагались стадион, водонапорная башня, гараж, в котором стояли крупногабаритная техника и школьный автобус, склад и старая гаупфахта. Вдоль северной границы участка протекала река Гелиад. Утро выдалось солнечным и теплым. Мальчики, которым сегодня были назначены работы во дворе, уже косили траву и подрезали кусты вдоль аллей. Несколько девочек стояли на коленях на пешеходных дорожках с ведрами и щетками и отмывали бетон. «Кто так моет дорожки?» Это было бесполезное занятие, но все мы знали, что оно должно вбить в голову девочкам их полную зависимость и абсолютный контроль школы. Когда мы проходили мимо, они поднимали головы, но ни одна не рискнула заговорить под бдительным взглядом дворника, неопрятного хмурого мужчины по имени Димарка. Рубцы на моей спине – его рук дело. Когда в линкольнской школе нужно было высечь мальчика, этим обычно занимался Димарка. И он наслаждался каждым ударом кожаного ремня. Был конец мая, и уроков в школе не было. Многие ученики на лето разъехались домой к семьям в резервации Миннесоты, Тобеих, Дакот, Небраски или даже дальше. Дети вроде нас с Альбертом, у которых не было семьи или чьи семьи были слишком бедны или слишком сломлены, чтобы принять их, жили в школе круглый год. В спальне Альберт промыл рубцы на моей спине, а воль сбережно нанес ведьмин орех, который держал под рукой как раз для подобных случаев. Я умылся, и мы отправились в столовую. Над входом до сих пор была высечена надпись «Столовая», сохранившаяся с тех времен, когда тут кормили солдат. Теперь ею распоряжалась суровая миссис Петерсон, отвечавшая за питание всех детей. Пол огромного зала, хоть и ужасно истертый, всегда был чисто выметен. После каждого приема пищи ряды столов протирали водой с капелькой хлорки. Кухней и пекарней заправляла твердая рука. Я слышал, как миссис Петерсон жаловалась на вечную нехватку денег на покупку нормальной еды, но умудрялась обходиться тем, что было. По правде сказать, в супах воды было больше, чем твердых ингредиентов, и на вкус они больше походили на жижу из канавы. Хлеб был таким жестким и тяжелым, что хоть камни дроби. Она заявляла, что дрожжи слишком дорого стоят. А мясо, когда оно вообще было, по большей части содержало лишь хрящи. Но все дети ели три раза в день. Когда мы вошли в столовую, Герман Вольц сказал, «Оди, у меня для тебя плохие новости, но есть и хорошие. Сначала плохие. Сегодня тебя назначили работать на поле к Блеццу. Я посмотрел на Альберта и убедился, что так и есть. И правда, плохая новость. Мне почти захотелось обратно в тихую комнату. И еще ты пропустил завтрак. Но это ты и так знаешь». Завтрак подавали ровно в семь. Вольц выпустил меня не раньше восьми. В этом не было его вины, так велела миссис Брикман. Последнее наказание. Оставить меня без завтрака. И это перед одной из самых тяжелых работ, которые могли достаться воспитанник у линкольнской школы. Мне стало интересно, какова же хорошая новость. Продолжение следует...